Выставка «Рождённая летать» открыла традиционный для областного краеведческого музея цикл мероприятий, посвящённых Международной неделе птиц. Уже не один год подряд учреждения собирают в своих стенах ребят, увлечённых изучением природы, специалистов-орнитологов от общественных и научных объединений региона. В этом году большую экспозицию, состоящую из предметов коллекции музея, фотографии, дополнили и весьма необычные живые экспонаты. Каждый раз сотрудники учреждения культуры стараются подготовить для своих гостей что-то новое и интересное из малоизвестных фактов жизни пернатых, а также рассказать о новом лидере «Птицы года», которой в этом году стал Гоголь. Эта птица выбрана не случайно. Вообще она очень яркая птица, можно сказать, такая харизматичная. Её легко узнать в природе, как по внешнему виду, так и по голосу, по повадкам. История проведения Международной недели птиц насчитывает уже более полувека. Только в областном краеведческом музее оно проходит уже 12-й раз. Каждый год совершенствуются природные экспозиции, расширяется перечень конкурсов и викторин. Традиционно у нас фото-выставка. Это наши профессионалы-фотографы и фотографы-любители. Выставка, посвященная нашим белорусским птицам. В этот раз у нас живые птицы от контактного зоопарка «Страна и Ноти». Это декоративные голуби. Птица, наверное, самый близкий сосед человека, привычная для нас, но голуби декоративные, они обычно красивые. И с ними можно будет сфотографироваться любому желающему. Это гвоздь. Гвоздь и свечка – самые наши основные инструменты. Остальное – все ловкость рук. А это еще одна новая составляющая традиционного мероприятия. Приближается светлый праздник Пасхи, одним из символов которого традиционно остаются яркие писанки. Ими принято одаривать самых близких и родных. Научиться украшать и оформлять пасхальные яйца можно было в рамках творческих мастер-классов, проходивших параллельно с работой научной секции. Однако и на таких новинках организаторы останавливаться не спешат и уже обещают, что следующее мероприятие будет не менее интересным и насыщенным.